Диаш Бартоломео, португальский мореплаватель, первый европеец, обогнувший южное побережье Африки и достигший Индийского океана. Происхождение Диаша неясно, данные о раннем периоде жизни отрывочны. Изучал математику и астрономию в Лиссабонском университете, был и шкудейру Фидалгу Королевского дома, рыцарем Ордена Христа. Дарованные ему привилегии и герб перешли потомкам, двоим сыновьям. Предположительно, в 1481-1482 годах Диаш был капитаном в экспедиции Дьогу-де-Азамбужа в Гвинейский залив. Король поручил ему продолжить исследование Дьогу-Кана, и в 1486 году он возглавил экспедицию с официальной целью установления отношений с легендарным пресвитера Иоанна Государством. Главной целью была разведка береговой линии юго-африканского континента и поиски морского пути в Индию. Экспедиция Диаша состояла из трех кораблей, две каравеллы водоизмещением по 50 тонн, и вспомогательное судно вышло из Лиссабона в августе 1487 года и в начале декабря достигло самой южной точки экспедиции Кана у берегу в современной Намибии. После 6 января 1488 года он был застигнут жестоким штурмом и снова увидел землю, 3 февраля 1488 года, уже обогнув Африку. Картографируя берег, он продвинулся до залива Алго, в 800 километрах к востоку от мыса Доброй Надежды. Желание Диаша плыть, дальше встретило сопротивление команды, которая потребовала возвращения. В конце января, начале февраля 1488 года от реки Инфанта, он отправился в обратный путь. Возвращаясь, Диаш ставил под раны каменные столбы с гербами короля Португалии, в наиболее важных пунктах побережья, открыл самую южную точку континента. В мае 1488 года Диаш высадился на мыс, который нарек мысом Бурь, впоследствии переименованный королем Жаном II, в мыс Доброй Надежды. Он вернулся в Лиссабон в декабре 1488 года, отдавая себе отчет в значении результатов экспедиции. Знакомый с требованиями плавания в водах Южной Африки, Диаш руководил подготовкой и снаряжением кораблей экспедиции «Васка до Гамы» и в 1497-1499 годах сопровождал его флотилию до Гвинеи. В 1500 году он сопровождал Педро Алвареша Кабрала, командуя одним из кораблей. Для смыса Доброй Надежды корабль Диаш был застигнут бурей и пропал без вести. Достижение южной оконечности Африки является одним из важнейших событий в истории европейского мореплавания. Путешествие Диаша, продолженное «Васка до Гамой», позволило открыть морской путь в Индию.